Ребят, представьтесь, пожалуйста. Я Брошкин Павлов, сержант милиции и спецпроводделения Бергфов. Сергей Зинченко, сержант милиции и спецпроводделения Бергфов. Расскажите, пожалуйста, что произошло с вами вкратце? Ну, после так называемого Севромайдана нас обвинили в убийстве 48 граждан Украины и покушение на 80 человек. И терроризм, собственно так. После чего мы попали в СИЗО и вплоть до 29 января 2019 года находились в СИЗО. Сколько в общей сложности вы провели в заключениях? Пять лет, девять месяцев. Как дело развивалось, разваливалось? Ну, как развивалось, разваливалось, оно не разваливалось никак. Чисто по политическим мотивам все нарастало и нарастало. Сержником доказательств прокуратуры как не было, так и нет. Но, тем не менее, это нам не помешало находиться в СИЗО практически 6 лет. Командование, подразделение, командиры, как получилось, что именно вы, фактически вас сделали крайними? Так же не бывает? Ну, нас взяли самых младших, наверное, пытались на нас как-то надавить. Сказали, давайте расклады на высшее руководство и вы будете на свободе. Мы не согласились, мы им говорили только правду, как было на самом деле. Их это не устроило. Вот нас не закрыли. А что вы должны были сказать? Ну, мы должны были говорить наших командиров о том, что был приказ, который дал Ямкович по открытию огня по так называемым активистам. Ну, насколько я знаю, такого приказа в природе не было. Такого приказа не было. И доказательств такого приказа нет. Но, тем не менее, они пытаются давить и продавливать при помощи тех же самых СМИ, при помощи Генпрокуратуры. Они подделывают экспертизы, пропадают пули, находятся новые пули. Ну, в общем, там очень много закручено спецификаций. По первым экспертизам, сначала вообще, первые экспертизы говорили, что 9 человек были убиты с одного автомата калачника. Потом, впоследствии, это 30 экспертиз. Потом проводится еще одна экспертиза, баллистическая роботизированная система, то есть без вмешательства человека. Эта экспертиза говорит, что ни один ствол спецподразделения «Беркут» на Майдане не стрелял. Впоследствии это не устроило потерпевших, я так понимаю, не устроило общественность активную. И уже впоследствии эти уже пульки не из одного ствола 9, а каждому по пульке разбросали и каждого потерпевшего закрепили за один человек. Я так понимаю, что из вас пытались сделать убийц небесной сотни? Да. Пытались и пытаются до сих пор. И пытаются. То есть, дело не прекращено. Не прекращено. Оно пока приостановлено на данный момент. Мы хотим продолжать судебное разбирательство, мы хотим доказать нашу невиновность. На данный момент это слегка проблематично. По одной простой причине мы находимся в ДНР, а Украина с ДНР их юридических дел не ведет. Какие дальнейшие шаги? Ну, сейчас мы полагаем по стартам и будем пытаться дальше судиться уже с другой стороны, которая нам может помочь. Да, мы она же. Уже с российской стороны. Ну, Россия может, если Россия откажется, другая страна может. Пока так далеко вперед забегать мы не будем. В принципе, это один из вариантов. Скажите, как сослужилцы, бывшие командиры, как себя проявили? Кто вас поддерживал и поддерживает? Поддерживали и поддерживают. Скажем так, тот подразделение, в котором мы служили практически, существует. Большинство и офицеров, и личного состава сержантского прапорщика увольнялись. Ну, тем не менее, даже будущие награжданки, они нам помогают, поддерживают и морально, и начек как-нибудь. Прикольно. Даже с той стороны, кто уехал, тоже оказывали помощь, как-то пересылали деньги, там, продукты и так далее. Все по чуть-чуть помогают. Нам помогают не только наши коллеги бывшие и гражданские, которые, как бы, вообще к службе нашей не имеют никакого отношения, помогают. Кто помогает, всем спасибо. Ребята, вы расскажите, пожалуйста, вот что, как получилось так, что Украина, ну, при всех сложностях, при всех противоречиях, она все-таки была относительно спокойной, с процветающей стороной, с черноземом, со всеми плюсами. Вот. Но вдруг все в одночасье рухнуло, и вот этот психоз, который начался, ну, достаточно давно, он продолжается, его не отпускает. Вот в чем причина? Ну, как-то не сам сказать, что причина. Ну, это, конечно, мое мнение. Я считаю, что это подготовилось не один год. Украина, и работа СМИ, националисты, они тоже не сидели с хлопшей руки и тоже подготовились к этому всему. Ну, и плюс некоторые политики, которые пошли в поводу у других политиков, у политиков другой страны. Ну, как-то так. Ну, и плюс были предатели, предатели среди сотрудников милиции, которые там, кто за деньги, кто за будущие места повышения поступил мне по-офицерской, скажем так. У меня ощущение сложилось вот безысходности и совершенной обороны, неуверенности в действиях правоохранителей, которым не давали ту самую команду, да, на пресечении беспорядков. Были ли другие сценарии вот развития этих событий? Вы же столько времени имели, да, для того, чтобы обдумать все, что вы все правильно сделали, где-то вы совершили ошибку. Ну, как сказать, мы совершили ошибку, знаете, есть такая хорошая поговорка, что я узнал, где упаду, столько себе это подложил. Ну, понятно, что не все было так хорошо в подразделениях, ну, не только в Бермаре, а в других войсках и в других подразделениях МВД. Ну, я считаю, не совсем правильно МВД вообще действовало в той ситуации, потому что она была больше активности, больше даже, ну, можно сказать, агрессии, но в рамках закона. Ну, я считаю, Майдан можно было... Остановить? Не остановить, а зародыши. Задушить? Да. Скажем так, если бы действовали четко, согласно закону Украины о милиции, то ничего бы этого не было. А так, палку нельзя доставать, то есть действовать, согласно своей инструкции, нельзя надо стоять и терпеть. Да, есть соответствующие приказы, которые в таких ситуациях должны даваться руководству. План вводится специально. Этот план не был введен по каким-то причинам. Имеем теперь то, что имеем. Что с самым тяжелым было? Потому что все-таки пять, почти шесть лет, да, находиться в камере СИЗО. Что с самым тяжелым стало для вас? Ну, если честно, смотреть в глаза родителям. Потому что я вроде как уходили на службу защищать граждан Украины и служить законы, и защищать конституцию, а получилось так, что я сижу в семье. На самом деле, ну, с одной стороны даже стыдно было смотреть в глаза родителям. В одной простой причине меня... Ну, посадили меня 2-4 на данный момент на 30, и... Родители мои едем уже бинзионеры. Они меня там вывозят передачки, ездят на суды. Находятся они не на заслуженном отдыхе, а полгают и нет. На взгляд, что нужно для того, чтобы ситуация на Украине вернулась в нормальное русло? Вот, чтобы все-таки были пересмотрены те такие порядки, грубо говоря, ценности, которые сейчас внедряются, да? Что должно случиться, чтобы, да, вот, грубо говоря, Украина выздоровела? Вот вы как-то... Все очень просто. Службам правопорядка, МВД, СБУ и прочим, прокуратуре надо просто действовать по закону, а не выборочно. Потому что у нас, к сожалению, националистам можно все, простым гражданам буква закона, вот как-то так. Просто надо восстановить законность. Ну да, это уже факт, что мы стали заложником геополитической войны. То есть, на самом деле, здесь же замешаны не только граждане Украины. Здесь две стороны, то есть Россия и Запад замешаны. То есть, когда они договорятся, я думаю, все наладится. То есть, не все же у нас люди там сумасшедшие, там их кучка ходит и делает это, что делает. То есть, там очень много умных, хороших людей, которые все знают, все понимают. Но, к сожалению, пока ничего сделать не могут. Ну, получается, что они право голоса, они имеют умные, нормальные люди, украинские? Ну как, право голоса они не имеют. Просто у нас меньшинство активное, да, может больше влиять на меньшинство, которое более мирное и спокойное. Ну, скажем так, надо политическая воля. Да, у нас тут правоохранительные органы, конечно, это не то, что было до 2014 года. Где-то много сотрудников милиции поувольнялось, а много профессионалов поувольнялось. А какие КВСБУ, такие МВД и других даже служб. Но, тем не менее, достаточно сил, чтобы поставить кого надо на место. Как проходит процесс вашей реабилитации? На что обращаете внимание? Потому что такой срок большой, да? В стесненных условиях там и проблемы с обездвиженностью и так далее, и так далее. На что сейчас делаете упор? Что сейчас самое главное? Ну, нет. Физическая форма. Подгоняем себя. Пытаемся вернуть себя, как мы были раньше, да? В те сами рамки. Физподготовки. Ну, и плюс лечение некоторых там лет. Ну, скажем так, это не то, что заболевание, да? Ну, кое-что надо там подлечить. Потому что, все-таки, 6 лет без медицинского отслуживания дает о себе знать. Кто с вами находился в камерах? Вообще, вы можете что-то сказать о тех людях, которые с вами были? Ну, кто еще? Кому еще эта власть шьет дела вообще? Сидели на общих условиях с всеми бывшими сотрудниками СБУ, милиции, то есть, разных. То есть, все бывшие сотрудники, прокуратура. То есть, сидели практически со всеми, кого преследовала власть. Да. Даже с некоторыми бывшими активистами на Майдане сидели. Даже тогда? А они как? По какому? Тоже по-разному. У них были и криминальные статьи, были и политические. Ну, как вам так объяснить, чтобы вы понимали, что на Майдане, мы же говорим, что они все были плохие и неуменяемые. У них были свои взгляды на эту ситуацию. Но, когда пришел пятый президент Дарья Крошенко, он их тоже как-то устроил. Потому что, если так посмотреть вот радиобазар, то Янукович, в сравнении с Пётром Порошенко, как бы там, Януковича они реплевали грязью, но это небо и земля. А это грубачно. Ну, они Порошенко тоже не устали. А у вас как-то складывалось общение с этими людьми, с теми же активистами Майдана? Да. Да, конечно, общались, то есть находили общий язык, понимали друг друга. Нет, все нормально. Скажем так, те, кто к нам попадал, это бывшие, как бы так, уже Насгвардейцы, да? Уже внутренних войск, нет, это уже Насгвардия. Они сами побывали на массовых мероприятиях, как сотрудники правоохранительства Урана, как бы побыли в нашей шкуре и мировоззрение относительно нас у них сильно изменилось. Там остаются именно в украинских следственных изоляторах, там, в других структурах, те люди, которые, в общем-то, так же незаконно страдают от нынешней власти, да? Ну, здесь идет о сотнях, о тысячах вообще, по вашему слову. Я вам сказать не могу сотни-тысячи. Ну, от нынешней власти, наверное, я не знаю. И сидят еще прошлые власти, да, при власти Порошенко. Еще те, ну, в судах. Нет, на самом деле очень много сидит, никакой медицинской помощи не оказывается. У нас хоть дело там открыто, до нас ходят хоть журналисты, хоть более-менее судьи там что-то делает, как-то к нам более-менее относятся. А тех, у кого нет помощи, поддержки им вообще, насколько тяжело сидеть, что вы представили даже себе не можете. Очень сложно. Люди, у которых, скажем так, ну, у нас есть, например, появляется проблема медицинская, да? Мы можем там на суде заявить, и нас уже отдельным ходатайством, судья делает ухвалу, и уже будет, как бы, ухвала суда, уже обязательно нам должны медицинское обследование провести. Ну, они обследуют нас, ну, опять же, так, очень-очень некачественно. Формально? Да, формально, чисто отписаться. А простым людям очень тяжело. Ну, да, вот вам пример, вот мы освобождались, нас там остался друг, Серега Крот. У него тоже давление, постоянно было давление, 180, 200, 250, вообще никто, никаких, ни анализов, ни проводил, вообще ничего. Вот на дня буквально созванивались с его женой, вот сейчас у него был инсульт, полчеловека парализовано, вообще не говорит. Хотя это достаточно молодой, ему слуха, чуть более 40 лет. А ему что меня, я не знаю, что ему меня интересовался? Ну, скажем, очень хороший, умный человек, то есть руки у него стоят оттуда, откуда надо. То есть очень жаль. Ее тоже трое, по-моему, маленьких деток, очень жаль. Проблема, вот, наверное, большинство бывших стран СССР, в том, что если человек попал в СИЗО, это уже, знаете, галочка преступник. На самом деле, в СИЗО находятся люди, которые еще не имеют приговора. И, знаете, я вам скажу, что по последним приговорам достаточно много поправдательных. Так что, тем более, если вот эта карательная машина запустилась после Майдана, да, всех неудобных можно посадить, то, ну, я думаю, что все-таки условия в СИЗО надо как-то делать лучше. Потому что большинство приговоров идут в пользу обвиняемых. Ну, мы слышали заявление там и министра юстиции, да, который как раз посетил один из СИЗО, там ужаснулся якобы, да. По-моему, все это, опять же, все это фигура речи только для СМИ. Ну, смотри. Все это показуха. С Ункановской СИЗО ему фактически там, ну, около двухсот лет, плюс-минус. Вы там сидели, да? Да. Там есть несколько корпусов. Вот самому старому там, он 1800 какого-то, я не помню, года. Что-то еще приходите к Екатерине устроился. Вот там грибок, плохое водоснабжение, свет постоянно пропадает. Ну, как бы, тяжело там находиться. Тем более, там, условия, ну, горячей воды нет. 40 человек, к примеру, живет вот на камере. Один туалет, он, скажем так, загражден, и все. Без крыши, без ничего. Это не отдельно туалет-помещение, а просто... Загородку просто. Да-да-да. И поскольку очень людей в камерах? Ну, когда как, ну, скажем так, в самое, я помню, мы заехали, СИЗО было перенаселено. По-моему, до 4,5 тысяч было вообще-то человек. Хотя оно рассчитано, да, там, на 3 максимум. До закона Савченко очень много людей сидело, потом вышел этот закон, повыходили люди, мы считаем, что это очень правильный закон. То есть, к тем, допустим, кто первый раз попадает, я считаю, его нужно и обязаны применять, потому что условия в СИЗО очень ужасные. А если уже второй раз, ну, да, там, тогда уже не стоит его применять. Ну, закон Савченко, я напомню, он подразумевает день за два, да? Да, если человек обвиняю, если обвинительный приговор, то есть, ему засчитывается один за два, если управдательный, то есть, естественно, он не засчитывается. Ну, что, я хочу пожелать дальнейшее восстановление, реабилитация. Спасибо. Вот, мне кажется, что вы прошли через такой страшный момент в своей жизни, это предательство. То есть, вы даже, когда твоя страна, тебя же и предает. Ну, что, почему выгоняют? Ну, не знаю, без документов. Вот, мы пошли на такие шаг, делаем документы, потому что без документов мы вообще никуда двигаться не можем. То есть, вас обвиняли без документов? Да, дали мне паспорт, но он юридически недействительный, потому что там у меня в 16 лет фотография уклеена, в 25 не уклеена. И как мне, что мне делать, куда мне идти? То есть, вообще, фактически мы стали заложниками ситуации. То есть, нам надо делать документы. Лукьяном, скажем, в СИЗО и судиться с СИЗО. Ну, это, знаете, как бы... Овца судится с волком, чтоб кто-то ее не кушал. Все понятно. То есть, все это... Почему я, будучи невиновным, должен сидеть и ждать приговора? Объясните. Да, и фактически мы, вот, если взять этот даже закон Савченко, мы отбыли больше минимума статьи, которые нам меняют. Нам меняют 258-ю статью, да, терроризм. Там, от 10 до 15 или ИПЖ. То есть, мы уже отбыли фактически 12 лет. Вот почему нам не поменять меру пресечения? Почему мы, будучи невиновными, должны, фактически, отбывать наказание? Это один момент. Другой момент, если уже разбираться по сути, да, потому что у нас расследование было не объективным. У нас есть виновные милиционеры и невиновные оптимисты. Хотя 35 фотографий разных людей с огнестрельным оружием 20 февраля, которые стреляют по судебникам милиции, есть. Прокуратура говорит, что милиция стреляла по гражданам, которые были невооружены. По вооруженным они не стреляли. Хотя есть на видео, как минимум, одно зафиксированное ранение человека с огнестрельным оружием в руках. Ну, активиста, наверное, со стороны милиции. Он у нас не потерпевший, он у нас никто. Вот это, знаете, человек-призрак. Он на видео есть, а так его нет. Да, и 240 огнестрелов сотрудниковой милиции, только раненых. 23 человека убитых. Почему-то о них никто не говорит, никакого расследования нет. Крайнее видео Шария, где сидит активист Майдана, рассказывает нашему прокурору. Кстати, он сейчас у нас в процессуальной деревне. Как он зашел, как он занес оружие, как оно применялось, с какой целью оно применялось. То есть, они уже обязаны были, согласно закону Украины, хотя бы нам поменять обвинительный акт. Ну, ничего этого не сделал. Потому что у нас в обвинительном акте написано, что, именно в обвинительном акте, что Янукович дал приказ Захарченко, Захарченко там еще кому-то, 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 кому-то. А потом уже этот приказ начали якобы выполнять мы. Хотя вот все факты говорят иначе. Потому что, я думаю, что если стрельба по сотрудникам милиции началась в 5.30, из-за нестрельного оружия, и сотрудники милиции из-за этого начали расступать, ну, наверное, никаких планов о расстреле майдановцев не было вообще. Расстреливают сотрудников милиции. И милиция, ну, я считаю, и, наверное, так считает закон Украины про милицию, и должна была как минимум обороняться. А в идеале навести уже там порядок. Да, хубы этого не произошло. Ребят, спасибо за то, что поделились, да, своим наболевшим, насущным. Дай Бог здоровья вашим родным, терпения. Ну, и чтобы сбылись все те задачи, цели, которые вы поставили. Спасибо за мир нашей стране, скажем так. Чтобы все пришло в свое русло. Понятно, что уже как было, не будет, но хотя бы прекратили стрельбу и перестали гибнуть люди. А то политические, знаете, политики там что-то себе решают какие-то вопросы, а гибнут люди, страдают люди. Все, что произошло с 13 по сегодняшний день, это чисто политические игры. Все, что происходит. Все. Все. Продолжение следует...